Все началось в декабре 2004 года, когда был объявлен от строя доступное комфортное жилье гражданам России. И все взялись, что объемы надо наращивать. Строиндустрия воспользовалась этим моментом и начали обновлять инновационные какие-то процессы. То есть обновлять свой производственный комплекс, который был практически разрушен. От этого получился вот этот толчок этих высоких цен. То есть вы знаете, в шестом году все в два раза практически выросло. Тут и ипотека помогла, то что доступность стала выше. То есть все эти факторы вместе наложили и создали вот этот рост цены в два раза. К 2006-му заработная плата не увеличивалась, а цены на жилье подскочили в несколько раз. Покупатели квадратов не жители Москвы или Петербурга. Здесь свой местный контингент. Приобретение жилья только при помощи кредита и ипотеки. Финансовые проблемы у людей очень большие. Трудностей очень много. Возможностей мало. Поэтому приобрести свое жилье весьма-весьма проблематично. Инвесторов, которые играли на рынке недвижимости, было процентов 20-30. В основном те, кто решал проблему жилья для своих детей. Если человек покупает одну квартиру, то понятно, что это уже не такой уж он и инвестор. Если он и покупает каких-то таких дальних целей для будущих, ну в смысле для детей, которые еще не выросли и так далее, он относительно вроде бы инвестор, то есть ему жилье не сегодня надо, но в принципе он решает проблему своей семьи на будущем. Поэтому его назвать инвестором достаточно сложно. Я понимаю, когда берут там 5-7 квартир в целях перепродажи, вот это уже инвестор. Печувствующие кризис прекратили операции в начале 2007 года. Ноги тянули до апреля-мая. И в этом проиграли. Гражданам за статком ниже среднего в то время, да и сейчас, ипотека мало чем может помочь. До кризиса, что у нас где-то оценки были от 15 до 20%, способных купить квартиры с помощью ипотеки. В речь не идет о том, что тех, кто уже покупал, что они уже кончились до 6-го года и гораздо раньше. Те, которые с помощью ипотеки, то есть с помощью, как бы так, можно сказать, государства, части, могли приобрести это жилье, эта оценка была 15-20%. Сегодня оценивается в районе 5%. Напомню, первоначальный взнос в 10% вырос до 30%. Кредиты остаются недоступными. Порой люди думают, что поможет банк, или помогут там родители, или еще кто-то государство. Но я знаю, что у Бога есть такие пути, которые мы даже сами, нам не под силу понять эти пути. Чтобы кредиты были и давали им наименьший процент, чтобы как можно меньше процент, а то и дерут банки. То есть сколько можно помогать банкам, нужно бы помочь и людям? Конечно, банки невозможно. Было же время, когда банкам помогали, когда вот был кризис. А сейчас надо людям помогать, что, или, может быть, кредит, конечно, нельзя без процента, но пусть он будет минимальный. Сегодня речь может идти не о покупке квартиры. Возможно, только улучшение жилищных условий. Сегодня уже ощущаем, что вот этот весь материнский капитал, семья, у которой он есть, пытается его реализовать. И спрос у нас идет сегодня на очень малый саборитный квартир. Это вот ветераны сейчас, вот эти вот материнские капиталы, они все ищут минимальное жилье, с тем, чтобы реализовать свое право, вот взять этот материнский капитал. Потому что денег, как правило, больше нет. И поэтому вот 28 квадратов самые ходовые квартиры в этом плане. По словам руководителя, самой крупной на сегодняшний день строительной компании Сыктывкара выход из сложившейся ситуации все же может быть найден. Если бы сегодня вот этой нуждающей семье, нуждающейся дали бы этих тысяч 300 на первоначальный снос безвозвездно от государства, я уверяю вас, у нас бы еще такой виток получился бы, как вот ипотека в пятом-шестом году. Еще бы, потому что каждый старался реализовать вот это свое право. И достали бы те деньги, которые сегодня у нас находятся еще, все равно они есть, в таких стеклянных банках на черной. Люди никому не доверяют и никуда эти деньги не несут. То есть они сегодня в экономике не работают. По интересующим темам вы можете звонить по телефону 51-63-32 или отправлять сообщения на мой e-mail popov.v.krtk.ru Программу «Квадратные метры» смотрите каждый понедельник в 23 часа и во вторник в 15.45. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!